Добрый день, племя молодое и незнакомое! Сегодня мы разберем с вами, как от твердотельных транзисторов, которые в начале прошлого века вызывали завистью тех, кто это дело, так сказать, развивал, до того, как их начали интегрировать, то есть по несколько транзисторов на одной подложке создавали уже не отдельные двумерные устройства, а создавали твердотельный какой-то элемент. Таких элементов было уже к 50-м годам множество, и вот мы сегодня разберемся, как возникла микроэлектроника на основе транзисторов, дискретных транзисторов. Значит, вот сначала немножко истории. Значит, впервые кремниевый кристаллический детектор был запатентован Пиккардом в 906-м году. Затем кристаллические детекторы в определенных условиях демонстрировали отрицательное внутреннее сопротивление, и потому могли быть использованы для генерации колебаний и усиления сигналов. Детали этих вы будете несколько позднее изучать. А вот, значит, в 22-м году наш отечественник Лех Лосиш доказал возможность усиления и генерации электромагнитных колебаний на кристаллическом детекторе при подаче на него постоянного напряжения смещения. Вот такие, значит, устройства, значит, такие устройства, вот такой крестодин Лосева, мы видим с вами детектор слева, который заменил лампы. И крестодин Лосева – это целое устройство. Вот крестодин Лосева вверху мы видим, а это устройство, которое, значит, выполняло функции приемника и, значит, на основе крестодина Лосева. Значит, тогда это произвело неизгладимое впечатление на ученый мир. Вот, значит, решили развивать тему полупроводников. Значит, вы знаете сейчас, что полупроводник состоит из трех зон. Зона проводимости, затем валентная зона и, самое, так сказать, интересное, запрещенная зона, расположенная между зоной проводимости и валентной зоной. Зона, которую мы здесь на экране видим, значит, запрещенная зона, посередине проходит так называемый уровень ферми. Это в дальнейшем, когда вы будете рассматривать полупроводники и изучать, вы увидите, что вот эти все элементы зоны, структуры имеют очень и очень большое значение и ныне. Пойдем дальше. Вот полупроводник, есть П-типа, Н-типа, значит, вот совместно П-Н устройство, оно представляет собой, ну, будем говорить, уже диод, диод, который работает в одном направлении. Вот вы здесь видите, значит, схему включения, значит, диода, значит, из положительной области у нас перемещается из положительной области в отрицательную, из отрицательной в положительную, и образуется диод, диод, значит, прямое и обратное включение. Надо сказать, что первый транзистор, который привел к первой транзисторной революции, он вот так выглядел весьма неэстетично. И когда, значит, ученые, создавшие этот прибор, предложили военным, значит, использовать его в своих устройствах, военные замахали руками и сказали, а что говорит, разве этот может работать прибор на шпильках, на скрепках и так далее, и так далее. И категорически отказались от транзисторных, так сказать, устройств. Ну, ученые занимались своим делом, продолжали. Вот эти три ученых, слева направо Бардин, Шокли, Братин, в лаборатории Белл Телефон, значит, в 1956 году получили Нобелевскую племию по физике за исследование полупроводников и открытие транзисторного эффекта. Ну, и, значит, как бы в семье не без гениев Бардин вскоре был удостоверен Нобелевской премии во второй раз за создание теории сверхпроводимости. Вот мы на них, так сказать, в свое время молились, теперь мы с восторгом рассказываем о их работах. Ну, у нас тоже в Отечестве параллельно развивались работы по созданию транзисторных структур. И, значит, Сергей Григорьевич Калашников и, значит, Александр Викторович Красилов в НИИ 100, во Фрязино, они изобрели свой транзистор и опубликовали статью «Кристаллический триод». Это была первая публикация в СССР от транзистора. И в 1949 году Александр Викторович Красилов удостоен Сталинской премии за создание первого отечественного транзистора. Так, чего это у нас здесь не похоже? Не похоже. И вот ламповые ЭВМ, вот такие мощные ламповые ЭВМ, значит, были замечательны тем, что они работали часа два, а потом, значит, сгорала какая-то из сотен ламп. Ее искали полдня, находили и меняли. Снова работал два-три часа компьютер на основе ламп. Снова выходила какая-то из сотен ламп из строя. Ее на грани подвига находили, меняли и начиналось все сначала. Вот первое поколение ЭВМ на лампах. Значит, оно имело быстродействие 10-20 тысяч операций в секунду. Не было общей операционной системы. И вот и вывод информации осуществлялся с помощью либо перфокарт, либо магнитных лент. Вот такие перфокарты, которые, значит, на этом рисунке приведены, они, значит, были тогда очень популярны. И, значит, перфокарты были основной носителем информации. На них писались программы, вводились машины и так далее, и так далее. Итак, ЭВМ первого поколения был реализован на лампах. А в дальнейшем, ЭВМ следующих поколений уже, так сказать, был реализован на транзисторах. Значит, здесь важно отметить, что пытались Шокли, в свое время американский знаменитый физик, сформулировал принцип работы полевого транзистора. Током в канале между двумя электродами должны управлять внешнее поле, создаваемым третьим электродом, размещенным вне канала. Шокли предложил строить полупроводниковый триод, полупроводниковый триод, изученный Давыдовым за кисемиде. На первые же опыты закончились неудачно. Вот так, значит, развивалась электроника. Так, а что это мы вернулись? Что это такое? Вот второе поколение на транзисторной элементной базе. Значит, ну вот, значит, здесь транзисторы включались как лампы в режиме усиления. И все это зависело от того, с общим эмиттером, с общим коллектором и с общей базой. И вот внизу приведены входная и выходная характеристики, значит, транзисторных структур, которые, значит, были в то время, значит, хорошо развиты. Первые отечественные дискретные транзисторы, вот они здесь изображены. Они имели разное целевое назначение, разные характеристики. И, конечно, на их основе уже тогда удавалось делать конструкции. И вот элементная база 60-х годов транзисторная, она вот представляла собой несколько транзисторов. Это обычно триоды, триоды. И, значит, они на их основе собирались интегральной схемой. Ну вот первые интегральные схемы, которые использовались в электронно-вычислительных машинах, позволяли вот так уже делать машину. Вот если вы вспомните, какая была машина первого поколения, значит, вот она, то, конечно, та машина, которая была сделана на основе транзисторов, совершенно выигрышна в отношении конструкции и места. Вот эта машина. Ну и вот, значит, здесь небольшая таблица, которая, значит, показывает, что вот первый транзистор, значит, на основе первых транзисторов в 47-м году было сделано устройство. Вот. Это на основе контактных транзисторов. Затем было сделано вот такое устройство, уже элемент интегральной схемы был, поскольку оно выполняло, значит, сложную функцию. И уже в 61-м году уже был сделан первый триггер на основе двух транзисторов, который очень и очень способствовал развитию твердотельной электроники. Ну, пошли дальше. Вот. Вторая транзисторная революция уже была связана с тем, что в кремниевой подложке формировались такие транзисторы, которые, значит, тогда имели название «бычий глаз». Вот мы видим, значит, в центре транзистора один электрод, вот второй электрод, вот второй электрод синий, и вот третий электрод. Этот транзистор представлял собой некий твердотельный аналог лампы. Вот это интеграция, еще раз интеграция. Первая промышленно-интегральная схема – триггер. ВМ, значит, на интегральных схемах. Вот такие, значит, уже машины были, вот первые интегральные схемы. Значит, вот мы видим, это первая интегральная схема. Небольшая конструкция, значит, формируется в кристалле и выполняет определенные функции. Вот. Но вскоре это все преобразовалось культурно, и вот теперь мы видим настольные электронно-цифровые машины, которые, так сказать, выполняли уже функции с большей оперативностью, и самое главное – экономно были. Ну и теперь можно посмотреть, значит, так сказать, закон Мура, который формировался на основе твердотельных интегральных схем. Вот. Значит, по закону Мура каждые 24 месяца удваивалось число интегральных схем. Это, видите, были и память, вот, и память. Это были микропроцессоры, это были устройства, так сказать, отображения информации. Вот. Такие устройства, значит, они, значит, вот были по закону Мура, значит, распределены во времени и в степени интеграции. И в степени интеграции. Значит, так сказать, уже в 1974 году появились микропроцессорные ЭВМ. На основе микропроцессоров, значит, вот здесь видно, какие эти микропроцессоры. На основе микропроцессоров были созданы интегральные, то есть, были созданы схемы, которые в дальнейшем превратили, значит, обычный, так сказать, вычислитель в интегральную схему. и, значит, на основе одной интегральной схемы создавались устройства. Вот. 1971 год, вы посмотрите, что уже делается. Значит, микропроцессорный Intel 404 в 1971 году уже содержал 2300 транзисторов. И они уже были небольшие транзисторные структуры. И посмотрите, как плотно они упакованы. Это вот интегральная схема уже на 2300 транзисторах. И, вот, значит, контактные площадки. И вот такая интегральная схема уже в начале 70-х годов являла собой чудо техники по тем временам. Ну, и вот Гордон Мур, который вот мы только что упоминали, значит, он кристалли кремния рассматривает те самые интегральные схемы, сформированные на отдельных кристаллах. файлах. Ну, интеграция продолжалась. И вот в 2000-2000 году уже создан Intel Pentium на 40 миллионов транзисторов. Разный цвет — это разные функциональные назначения вот этих интегральных схем, которые интегрированы в большую схему. Очень интересная такая конструкция. Ну, и в дальнейшем, значит, микроэлектроника создавала отдельные блоки, которые на плате интегрировались в отдельную систему. это было и дешевле, и надежнее. Вот. Значит, это, так сказать, система в англоязычной литературе называлась System on a chip. То есть система на кристалле, на кристалле, на чипе. Ну, и вот, значит, система на кристалле выполняла функции заказных функциональных блоков. И, значит, вы видите, что она уменьшалась вот на кончике пальцев. Вы видите вот эту, так сказать, систему на одной видеосистему на кристалле и на руке она на одном пальце. Вот такая степень интеграции произошла. Но параллельно биполярным транзисторным структурам развивались и транзисторные структуры на основе полевых транзисторов. Вот эти полевые транзисторы позволяли более просто выводить в свет конструкции на основе вот тех самых МОП-структурах металл, окисел, полупроводник. Вот ее, так сказать, схема показана вот на рисунке. Значит, вот затвор, исток, сток, но и подложка. Вот. Такая структура. Развивается и дальнейшее. И вот, значит, мы видим медную технологию, значит, когда у нас медные электроды, и вот такие интересные конструкции. до 2011 года, значит, по медной технологии с очень маленькими, значит, затворами были созданы конструкции, нанотранзисторные структуры, уже нанотранзисторные структуры. Дальше все определилось размерами в Ум-де-Бройле для свободного электрона в зоне проводимости. Вот, размер волны был 5 нанометров. Поэтому, значит, были разработаны технологии создания транзисторных структур на основе СО2-диэлектрика с характерным размером 1 нанометра. И дальше старались все время уменьшить емкость затвора до, допустим, 2 на 10 минус 18 фарад. Значит, актуально вопрос о замене кремниевой электроники за пределами действия Залкона Мура позволяет надеяться на то, что функциональной электроники разработаны будут устройства микромеханики, оптоэлектроники, акустоэлектроники. Традиционная схемотехническая наноэлектроника будет включать в себя шелкозонные полупроводники, позволяющие использовать приборы с размером 2-4 нанометра. В квантовой электронике, использующую в основе вычисления кванты, взаимодействуют между атомами. И уже есть прототип квантового компьютера. Ну и вот значит чайка хранения данных на флеш-памяти транзистор с плавающим затвором. Значит вот транзистор с плавающим затвором значит он позволяет формировать флеш-память. Ну и вот сейчас мы видим как развивается технология. Вот значит у оператора в руках пластина кремния. Вот самая левая 200 мм в 90-м году. Следующая 300 мм в 2000-м году. 450 мм в 12-м году. И вот уже в 21-м году значит 675 миллиметров. Это говорит о развитии микроэлектроники и об увеличении числа транзисторов на одной пластине и соответственно создание приборов с большей степенью технологии. Вот это рентабельная технология. Значит допустим стоимость оборудования для создания ну будем говорить сейчас самой развитой интегральной схемы 13-нанометровой это значит стоимость оборудования укладывается в 3 миллиарда долларов. Представляете? 9 нанометров 8 миллиардов то было. Но это зато дает выпуск тысячу пластин за месяц. Вот вы видите что такая структура очень и очень полезная. Теперь последние годы большое развитие получила углеродная нанотехнология. Углеродная значит что имеется в виду? Имеется в виду это приборы туннельно-резонансные диоды и другие типы транзисторов которые реализованы на наноструктурах. В данном случае показаны и нано-пленки и нано-сетчатые структуры. Ну и тут уместно вспомнить наших соотечественников выпускников факультета физической квантовой электроники и выпускников факультета радиофизики что они открыли графен вещество которое позволяет создавать наноэлектронные приборы и графен сейчас один из самых перспективных материалов. Ну и с их участием на физтехе создана лаборатория значит нанотехнологий и лаборатория графеновой электроники. Если у вас будет интерес к этой теме вы можете поступить на кафедру физтеховскую по значит нанотехнологии. печатная электроника сейчас все больше начинает развиваться это значит печатная электроника отличительной особенностью является ее значит обратимость и самое главное что она представляет собой гибкую как еще называют электронику которая позволяет создавать не только интегральные схемы и конструкции плоские но также различные конфигурации вот таких схем интегральных вот причем иногда можно сделать это на органических полупроводниковых слоях но рекомендуемая литература вот все хорошо